Мы приехали в пригород Альбукерке, ну почти до него доехали, выяснилось, что здесь есть то ли первый в мире, то ли второй в мире самый длинный воздушный трамвайчик, проще говоря, фуникулер по-нашему. Вот, сейчас мы будем, сикая от страха, ехать вот на ту высоту, написано там длина его что-то 3 миль или что-то в этом роде. Вот эти вот синие опоры и вот там вот, собственно, кабинки ездят, а это вот и есть этот фуникулер. Въезд сюда стоит всего 1 бакс на машину, мужик сказал на въезде, что это типа cheapest in the country, вот. И, но если ты совсем псих, да, это вот сегодняшнее число там, а если ты совсем псих, то вот ты можешь купить годичный пропуск, абонемент за 20 баксов, да. Вот, в общем, довольно дешево, мы сейчас пойдем поедем туда, оттуда будет новое включение, все, пока. Вошли мы, значит, внутрь и узнали, что 1 бакс это жуткая наебалова, это всего лишь за парковку. Первый раз такое в Америке встречаю, что сначала въезжаешь, не зная, сколько стоит основная услуга, платишь за парковку, а только потом выясняешь, сколько стоит сама услуга. А сама услуга стоит неебических 20 баксов сноса. Ну, это, конечно, дешевле, чем в Эспине, там стоило 25. Это же город миллионер. Да, да, да. А это, как бы, город... А здесь город... Тысячников. Тысячников. Сто тысячников. Сто тысячников, понятно. Вот, ну, в общем, мы решили... Это, как это, на нас сработал классический принцип рыночной экономики, раз мы уже один раз заплатили, ну что, придется платить второй раз. Вот. Вот ждем своего рейса. Флайта. Да, он называется флайт у них тут, полет. Сколько там, она сказала? 10-12 минут? Да. Вот. Надеемся, что не зря отдали такие деньжища. А вообще, это дикий нагрев. Там, кстати, есть еще билет в один конец, стоит 12 долларов. Я так понимаю, что там можно купить наверху билет в обратную сторону еще за 12. Вот, это еще, еще более жесткая наебалова. Не, ну, может, кому-то надо только в одну сторону ездить. Только в одну сторону, да? Да. Я, честно говоря, слабо верю в то, что там что-то есть, кроме observation deck'а. Начинается National Forest. А, ну да, это правильно. Ладно, короче, ждем нашего рейса. Адские механизмы, которые поднимают это все дело вверх. Присподи. Вон он едет. Сейчас приедет, и мы поедем. Ага. Нас загрузили в какую-то камеру пыток и везут наверх. Скорее всего, на казнь. Вот в ту сторону, куда сейчас Диман снимает, в той стороне находится Альву Керкетт-центр. А мы едем в другую сторону, на гору. Ну, что еще может быть на горе, кроме как казнь? Больше ничего. Смотри, какие волны. Альву Керкетт-центр. Она не ровная. Я уже приближаюсь к этому. На такой хрень я еще не катался. И как долго это было? Спасибо. За два года эту штуку построили. Круто. О, да. И если вы посмотрите на мою сторону, вы увидите большую деревню. Это деревня, и если вы посмотрите, вы увидите глаза в голове. О, да. И если вы посмотрите на другую сторону, мы придем дальше. Чума. С этой стороны еще снимем фронтальный блокер. Вот туда загружайся. И если вы посмотрите на другую сторону, мы сидим в центре этой равины, есть другая формация. Посмотрите, что они с этой высоты, как они с этой высоты, как они с этой высоты, как они кладут дороги. Ровная прямоугольная сетка. Вот это улицы и продольные, а перпендикулярно им авинил, соответственно. И они образуют блоки квартала. Вообще, конечно, круто сделано. И отсюда видно, насколько они прямые и ровные. В общем, вид на город отсюда зачетный. А вон там наша башня, которая нас поддерживает. В общем, внизу высотища. Солнце слепит, сволочь. Не видно ничего. Мы продолжаем ехать на этой вагонетке смерти. И внизу такой обрыв, что становится дурно. Еще одна башня, которая нас поддерживает. Мы только что ее миновали. И мы продолжаем ехать. Вот сейчас там встречный трамвайчик мимо нас пронесется. Когда этот трамвай у нас пронесется, то мы пронесли на полу. Здорово, ребята! Это вот их капель, на котором они сейчас проехали мимо. Так в некоторые моменты такое ощущение невесомости возникает. Особенно, когда она едет, замедляет ход. И из наклонного направления движения меняет на горизонтальное. В общем, чума. Вообще, мне такой нравится трамвайчик. Можно на нем каждый день кататься. Мы просто перенесли на середину перед среди. У нас немного немного обжарка. Хороший путь. Если путь, то клад и давить. Так что я не могу. Мы просто перенесли за трамвайчик. Мы просто перенесли на этап и посоветов. Я не знал. Несколько немецких? Отлично. Хороший путь. Это более верно. Ахороший путь, где их ссовет. Они из одной огромной. Они из-за метода и театру. И они, которые守ềивают их, чтобы защитить их, или из-за этих динам. Я пристал, если на счет обрываться. Там система дубляжилась, конечно. Да, да, да. Если вы слышите о Фриде-Хейтс, то последнее, что вы хотите быть на это, это динамик. Но для тех, кто-то инвентаристов, у них есть небольшая швейка, и у них есть ракет. Я думала, что это был динамик. Никто не понимал, что диагнозы Нам только что рассказали, что вон там, внизу в горах, разбился Рейс Юнайтед. И когда осенью листва падает, еще не выпал снег, видно фюзеляж и кресло. Он где-то вон там. Решили его не доставать, что ли? Ну здесь просто нереально движки скал. Ну как, ну с вертолетами, троллевая. Ну они достали то, что им нужно, самое главное. Ну понятно, да. Да, снизу это не кажется таким офигенным, впечатляющим. Кабель, смотри как провисает. Вообще прямо это. А вон интерстейты видно. Ага. И аэропорт. Вот тут мы приехали. И вот это все Альбукерки. Это вам не в Колорадо Спринг забраться на гору. Мне кажется, можно, как в этом, в Танго и Кэш фильме, перекидывать ремень через вот эту хрень. И спускаться. Твой ремень сгорит через 200 футов. Мне это неизвестно. У меня может быть хороший ремень. Здесь трение, представляешь какое? А ты его смашь? С маслом машину? Нет, нет, нет. Все равно он сгорит просто. Представляешь, какую ты скорость разовьешь? Главное не зависнуть где-нибудь в середине. Представляешь, какую ты скорость разовьешь? А, кстати, да. Тебя не затянет наверх, потому что здесь эти вагончики затягивают себя туда. Конечно. Это еще очень круто, что стоит, ну, это вам не какие-то башни в Сиэтле, не какие-то башни в Ванкувере и Калгари. И даже не гора в Колорадо Спрингсе. Это вам. Альбукерки и Мехико. 10 тысяч футов над уровнем моря. Солнце слепит, сволочь. Да, да, да. А еще, знаете, что? 10 тысяч футов. Вот я не знаю, насколько поднимается подъемник в... Как это вообще называется? Что-то там Сандия... Нет. Сандия Пик... Да, Сандия Пик Трамвей. Аэриал Трамвей. Аэриал Трамвей. Еще, знаете, что? Очень клево, что... Эээ... Блин. Забыл? Не-не-не. Мы были в Эспине. В Эспине стоило 25, но там, по-моему, высота не такая большая была. Там вообще какой-то трешак. Ну, вид на маленький городок не заслуживает. Короче, там на въезде написано первый в мире по длине, а в Википедии написано второй в мире по длине. И, видимо, просто его кто-то сделал недавно. Ну, может быть, он по высоте, он выше, а там по длине... В общем, в Эспине там просто детский сад... Ну да, обычный, обычный... Это подъем в горы для катания на лыжах. А вот мы сейчас с другой стороны, с теневой стороны. Как мне рассказали, снега примерно одинаково со всех сторон на этой горе. Но солнце всегда светит с той, большей частью с той стороны. И там снег тает весь быстренько. А здесь он остается. Деревья помогают задержать его. Эта страна намного зеленее. И здесь горнолыжные курорты. Здесь люди катаются на лыжах. Вот они. Здесь уже такой более детский фуникулерчик. Ну да, фуникулерчик для катания на горных лыжах. Вон там какие-то озера. Это все штат Нью-Мексико. Нью-Мексико, как это получается. Где озера? А вон там залив мексиканский стопудово. Вот оттуда воздух весь идет влажный. Видишь, море испаряется. И тучи сюда идут. Но в Альбукерке не проходят. Эти горы удерживают. Прикольная тень от облаков. Да, да, да. Очень круто. Такая серия. Отсюда, наверное, можно увидеть над ураганы над этим. Над, блядь, как? Над таким заливом? Да, да, да. Там какой-нибудь Катрина или Рен или что-нибудь еще. А, над Новым Орляном? Да, да, да. Не, над Новым Орляном не увидишь. Но который идет вот в эту сторону, увидишь. Ну что, тут круто, да. Да, вообще ништячно. Это того стоит. Прикольная штука. 20 баксов, наверное, да, она стоила. Только тут что-то это, мобила не берет. И точку, и точку не показывает, что мы тут были. Ну, это не так уж важно. Ну все, идем спускаться. Продолжаем выполнять свою главную миссию. Посетить даунтаун каждого захолустного города, в который мы приезжаем. В данный момент мы обозреваем... В данный момент мы обозреваем даунтаун города Альбукерки. Крупнейшего города штата Нью-Мексико. Диман за рулем. Все дороги ведут... Все дороги ему открыты. Где-то старое здание. Какое-то кимо. Видимо, это кинотеатр или что-то типа такого. Там фауз. Вот. Ну и, в общем, тут все как всегда. Не-не, мы еще до Ултауна. Кроме того, что... Улачетон далеко нас ведет до Ултауна. Кроме того, что вместо 9-ти этажек тут 20-ти этажки в качестве. Да нет, здесь как раз не 20-ти этажки. В качестве... 9-ти этажки как раз. Нет, нет. Вон этот Банк Кафе Траст был. 20... Что-то там 2 этажа было в Википедии написано. А-а-а. Вот. Ну, тут везде флаги висят, конечно же. Заведенец тут всякий. Мы тут насквозь через Даунтаун едем в Ултаун. Ну, по крайней мере, наша навигаторша Дэми нам так говорит. Ултаун. 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 Ултаун.